Древнее зло вернулось в село Озерки Тольменского района и посеяло яблоку раздорами жителей местных. Только в этот раз Кащею Бессмертному не понадобилось сжигать деревню и воровать невесту, как это было в одноименном фильме Александра Роу, который снимали неподалеку. Лишь от вида чародея на площади Центральной Люд простой впал в ступор, ведь расположился этот злодей окаянный, близ сада памятного, с героями жизни реальной. У меня сын погиб в 22-м году, 21 апреля. Ему было 21 год. 5 мая нас пригласили на международную акцию «Памятный сад», где проходила у нас в Озерках аллея памяти. Было посажено дерево, было приглашено. Много людей посадили 23 березки. За садом памяти матери регулярно ухаживают и костлявый сосед, которого расположили в августе 2022 года. Их не устраивает, несмотря на то, что он считается брендом озерок. Почему он должен быть брендом нашего села? Богатырь, он боролся, допустим, со злом. Это тоже зло, понимаете, нет? И наши дети пошли на эту операцию военную и погибли. Они жизнь отдали, а жизнь – это самое главное. 8 лет прошло, да. А место, где снимали этот фильм, народ до сих пор называет Кощейка. Вообще фильм-то ассоциируется с самым ярким, таким колоритным персонажем Кощеем Бессмертным, который, да, отрицательный. Ну что, все равно у нас добро зло победило, но это же сказочный герой. Ну не надо из него идола какого-то делать, и там, и там, и беста, и так далее. Перемещать Кощей пока никто не собирается, утверждает глава сельсовета. Единственное место, которое бы ему подошло – озеро Большое займище, на котором в 1943 и 1944 годах велась основная часть съемок фильма. Однако оно полностью заросло, а от реквизита в виде деревни за десятки лет не осталось и следа. Хотя планы по возрождению водоема есть. Очистить и делать на берегу озера, уже знаете, вот, в том месте, где снимался фильм. Она в прошлом году еще и идея такая была. Вот поэтому культура гранта написала, не знаю, получится или не получится. Но боремся за грантовые деньги, боремся. А пока среди ближайших планов на площади рядом с Кощеем сделать стенды, которые бы рассказывали о фильме и истории озерок. Не исключено, что в будущем может появиться целый уголок с другими арт-объектами из фильма. Однако все может измениться, если большинство людей на сельском собрании выступят за снос или перемещение скульптуры. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.